Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы начинаем второй сезон на карте Swap Agro. Как я уже говорил, появилось обновление для карты, которое очень рекомендовало начать новую карьеру. Но для того, чтобы не терять весь прогресс, в последней серии первого сезона мы продали вообще все-все-все, что мы насобирали, напокупали, все территории, всю технику и теперь можно начинать новый сейф. У нас есть нормальный баланс, 15 миллионов денег, ну и вся статистика тоже перенесена в эту самую сохранялку. Так что мы продолжаем, тут уже наиграно 217 часов, поэтому можно считать продолжение. Но карта, скажем так, немножко новая, поэтому начинаем, по сути дела, тоже с нуля. Ну не совсем с нуля, с 15 мультов, но продолжаем, в общем-то. И сегодня, друзья, наша задача восстановить все именно в таком виде, как у нас раньше было. Купить все те же самые участки, все те же предприятия, ну и, конечно же, закупиться техникой. На самом деле, это не все так просто и 15 лямов это очень мало. Мы на технике очень неплохо потеряли, когда ее продавали, потому что мы сейчас будем покупать опять комбайн за 400 тысяч, а продали мы его там за условных 50 там, я уже точно не помню. Да, кстати, для тех, кто на канале впервые, вот справа сверху появляется ссылочка на плейлист. Там, соответственно, первый сезон по этой карте, а вообще загляните в описании, там еще у нас зеленая долина проходит и много всего интересного. В общем-то, давайте работать. Конечно же, друзья, начнем мы с покупки участков. Во-первых, мы купим администрацию, она у нас была, мы ее покупаем, она нам нужна. Мы покупаем хранилище, которое нам тоже надо, еще миллион улетает. Мы покупаем биогаз и всю территорию, которая находится вокруг него, потому что, ну вы сами все знаете прекрасно, купить все, да. Также мы покупаем седьмое, восьмое поле, потому что они у нас были куплены, и я подумал, что все-таки мы купим именно его. Мы покупаем участок с 36-м полем, там у нас будут стоять наши лошадочки, я, разумеется, их... Нефтяные скважины 546 тысяч стоит, мы их тоже берем, они у нас были, или они нам пока не очень нужны. Ладно, берем нефтяные скважины тоже. Ну и, конечно же, берем еще зерновой сепаратор, еще 400 тысяч. Здравствуйте, что у нас еще было, я, честно говоря, так и не вспомню. Вот, честно говоря, хоть убейте, вот не помню. Ладно, вроде бы все. Ну и, соответственно, на покупку техники у нас остается всего ничего, 10 миллионов. Надо покупать сразу топовые комплекты. Начнем, друзья, пожалуй, с самого дорогого. Я опять возьму Lexion 8900, он мне, в принципе, понравился. 18 тысяч у него бункер, 500 тысяч, правда, стоит. Я думаю, ничего страшного. Покупаем, в общем-то, топовый комбайн. Ну и, разумеется, покупаем к нему сразу же топовую жатку. Она меньше, чем топовые, которые доступны вообще в игре. Но, как я уже говорил, я люблю все по фэншую. И раз у нас такой комплект, значит, у нас должен быть такой комплект. 12-3 метра покупаем жатку. Для жатки, разумеется, нужна тележка. Поэтому ее тоже берем. В общем-то, убирать зерновые у нас есть чем. Это уже хорошо. Давайте посмотрим, что у нас вообще растет на наших полях. Я вижу, что у нас растет и ячмень на восьмом поле, да? Нет, это не ячмень. Это картофель. Картофель убирать я сейчас не хочу. И кукуруза у нас растет. Незадача, однако. И на 36-м свекла. Но, в общем-то, ничего из этого я сейчас убираю. Хотя кукурузу, наверное, можно и убрать. Почему бы и нет. Но тогда кукурузную жатку тоже берем, 9-ти метровую. Так или иначе, она нам понадобится. На данный момент эти 100 тысяч на жатку 80. По бюджету не сильно ударят. Поэтому давайте ее тоже сразу возьмем. И, разумеется, к ней сразу прицеп для перевозки. Потому что она не складная. Увы. В общем-то, прицепчик тоже берем. Далее, друзья, нужно купить прицеп для перевозки зерна. У нас этим будет заниматься специально отведенный трактор. И нужен прицеп, который будет возить прям все. Я это буду дело возить не на тягаче, а на тракторе. Точнее, то, что у нас будет по курс-плею работать, то будет работать у нас на тракторе. Поэтому берем вот такой вот топовый прицеп на 52 куба. Я думаю, его должно вполне себе хватить для всего. 65 тысяч. Здравствуйте. Далее, друзья, нам нужен плуг. Но я решил в этот раз взять, скажем так, немножко штучку пошире. И возьмем мы чизель-культиватор на 8 метров. Его можно использовать вместо плуга. То есть, он у нас будет пахать. Вполне себе норм игрушка. Тоже стоит немало. 82 косаря. Ну, да ладно. Далее, друзья, надо купить обязательно сейлку. И есть вариант взять вот эту вот Пронто 9 DC. Хоршевскую. С одной стороны, она, конечно, хороша тем, что она и удобряет, и культивирует. И да, давайте возьмем ее. На нашем поле ее пока что хватит вообще с лихвой. Покупаем. Я еще думал, может синюю вот эту брать. Но к ней нужен будет культиватор. Ладно, не будем пока. Берем, в общем-то, вот эту сейлку. Культиватор, соответственно, нам пока что не нужен. Сажалку. Пока что тоже брать не будем. В общем, я на данный момент вообще не планирую ничего выращивать из того, что у нас сеется сажалкой. Так что пока оно нам не надо. Далее. Далее нужна техника для удобрения. Вот такую вот хреновину я хочу взять для того, чтобы посыпать поля известью. Когда нам это понадобится. Вот удобрениями посыпать я, честно говоря, не очень хочу. Потому что тут авица расширения и получается почти 60 кубов. Соответственно, загрузить 60 кубов удобрения, это сразу большой удар по бюджету. Поэтому, наверное, мы возьмем вот эту вот хреновину для извести. Давайте, может быть, ее покрасим. Можно? Ух ты, сколько тут цветов-то, ешкин кот. Не знаю почему, но мне кажется, эта штука должна быть обязательно красной. Ну, типа, дефолтный цвет, все дела. Но раз ее можно покрасить, то... Не, все-таки пускай она будет красной. Ей реально идет просто. Хотя и оранжевый смотрится, мой любимый. Но нет, покрасим ее в красный, чуть-чуть потемнее. В общем-то, нормалды. 114 тысяч мы ее тоже берем. А для удобрений тогда возьмем вот самую маленькую вот такую вот штучку. Или может жидкие удобрения. Мы, кстати, никогда не пользовались жидкими удобрениями. Давайте, может быть, что-нибудь, поливалку какую-нибудь возьмем. Например, вот такую вот куновскую, 36 метров разброс. А почему бы, собственно, и нет? Давайте ее. 84 тысячи, здрасте. Хотя, наверное, очень зря я это сделал. Потому что для нее придется отдельно бункер ставить. А удобрения россыпью мы все равно для сеялки будем делать. А и пофигу. Пускай будет так. Поставим и так, и так пускай будет. Также, друзья, нам обязательно понадобится тюковщик. Разумеется, который у нас будет обматывать все дело в пленочку. Цвет фольги можно выбрать, но пускай он будет просто белый. 76 тысяч стоит, его тоже берем. А также, друзья, прицеп фуражный с подборщиком. Нам также понадобится 150 тысяч. Это чудо техники стоит. Поставим на него, разумеется, расширение. И тоже берем. С помощью этого прицепчика будем собирать соломку и травку. И все будет чики-бамбони у нас. Может, это такую штуку стоило взять? Мне нравится, когда самоходная хреновина, трактор свободен. Здоровая падла. Ладно. Далее, друзья, нам нужна сенокосилка. Я решил модовую не ставить. А поставить дефолтную кроновскую. М450. Она мне сначала не понравилась, потому что я затупил и не знал, что можно ее в один волок, скажем так, собирать. Поэтому давайте, друзья, ее тоже купим. И вроде как, друзья, на этой карте пофиксили косяк с травкой, что она не ворошилась. Поэтому я думаю, что сеноворошилку вполне себе можно взять. И раз мы такие прям богатые, то давайте, конечно же, топовую возьмем. 27 тысяч она всего лишь стоит. Правда, если ворошить траву, то обязательно нужна еще и волковая жатка. Но мы же понимаем, что это тоже для нас не проблема. Тоже берем топовую 14,8 метра. Как до хрена мы всего покупаем-то? Нормально, пойдет. Далее, друзья, нам нужны трактора. И в принципе, тут я сильно скупиться уже, наверное, не буду. Наберем сразу топового. Разумеется, берем мою любимую топовую вальтру. Красим ее в оранжевый цвет. Мой любимый. Это уже становится мемом на канале. Оранжевая вальтра. Это, ну, вы все знаете прекрасно. Разумеется, суем на нее топовую движку. И можно даже балансировку колес поставить. Не знаю зачем, но пускай будет. 400 лошадок она в итоге под капотом у себя имеет. Это замечательно. 320 тысяч тоже. Здрасте. Также обязательно для перевозок всяких, например, соломы. Или работе на поле с комбайном. Мы берем GCB, которая ездит 70 км в час. Можно, в принципе, на нее широкие шины махнуть. Правда, смысла от этого никакого нет. Давайте вам мишленовские колесики. 312 тысяч, да, для перевозок. У нас в основном будет использоваться он. 348 лошадей. В принципе, и на поле, если что, поработает. Ну и еще какой-нибудь надо взять тракторишку. Я не хочу брать. Сразу говорю, на гусеницах тракторов не будет. С ломающимися рамами у нас тракторов не будет. Кейс какой-то страшненький. Давайте тоже Джонни. У нас в прошлый раз был Джонни. И давайте сейчас тоже возьмем топового Джонни. Что у тебя тут подвигает? 450 лошадей. Вообще норм. Справиться со всем. Двойные колеса. Нет, я, простите, не любитель. Поставим просто широкие шины. Вполне нормально ты будешь с ними выглядеть. Тоже его покупаем. Остается у нас 7 миллионов. Но это не все. Нам, друзья, также нужно купить грузовик. На котором мы будем сами возить всякие грузы. И разумеется, это будет Татра. Это будет Татра. И покрасим мы ее в белый цвет. Белая она будет смотреться с любыми прицепами абсолютно. Конфигурация стандарт. Заднее крепление тоже поставим. На всякий случай ДжБЕС на ней вообще нахрен не упал. 125 тысяч берем. Ну и разумеется, нужны нам всякие разные бочки. В первую очередь для начала нужна бочка для воды. Оставляем ее в стандартном цвете. Что можно шины широкие поставить. Можно шины широкие поставить. Давайте поставим. Мне так больше нравится. Нужна бочка нам для биогаза. Тоже обязательно. Прям на старте. На нее тоже широкие шины пихнем. Не знаю. Мне так просто нравится больше. Остальные на данный момент нам пока что не нужны. Потом купим. И друзья, скорее всего я увеличу им немножко вместимость. Хотя бы до 50 кубов. Или там 45. Потому что 30 как-то прям совсем маловато. Но это уже в следующей серии вы увидите. Или в этой. Если я ее за день не успею записать. Также друзья, для Татры обязательно нужно взять тоже прицепчик. Какой-нибудь с помощью которого мы сами будем все возить. Оно может и по курс-плею что-то ездить будет. Но на поле это дело работать не будет. В общем-то это дело мы тоже берем. Но и с техникой вроде как все. Два с половиной мульта вложились. Как-то прям не очень много. Но честно говоря она куплена тут до хрена. Все дело еще каким-то образом надо на базу все перевести. И за один раз я явно не справлюсь. Ладно, я в общем-то перевожу это все дело на базу. И мы встречаемся уже там. Ну и друзья, примерно вот так вот сейчас выглядит наша база. У нас все теперь здесь есть. Надо теперь сюда засунуть пару керхеров. Да, я конечно не всегда мою технику. Но периодически это все надо будет делать. И в общем-то около каждой стеночки мы здесь вот так вот их запихуеваем. Вот, теперь они есть. И это хорошо. Да, кстати, также я купил 6 ков сена и 3 поддона со в сок. Чуть-чуть попозже покажу зачем. Так что керхеры теперь есть. И все замечательно. 30 тысяч мы на них потратили. Удобрялка наша кстати не влезла сюда. Там в принципе нет коллизии вот на этих вот разбрасных дисках. Или как они называются? Разбрасывающих. И они по сути дела проходят сквозь текстуру. Но это как-то не по фэншу. И поэтому она будет стоять у нас здесь. И еще кстати не очень хорошую особенность я нашел в этой косилке. Фуражный прицеп к ней не цепляется. Можно подцепить тюковщика. А вот прицепчик этот не очень. Поэтому придется в джесси бишке вывозить травку на базу. Я думаю ничего страшного. Я не очень хочу ставить лишние моды на технику, в которых нету особого смысла. Не очень я люблю это дело. Вы все прекрасно знаете. В общем-то друзья, что мы делаем дальше? Дальше друзья мы переносимся на 36 поле. Здесь у нас были загоны для лошадей. Поэтому сейчас вот это поле мы уничтожаем. Здесь у нас теперь будет травка. Во, как-то так. Она типа скошенная, но она потом обязательно вырастет. Главное, что поле мы уничтожили. И когда мы здесь будем гулять, у нас не будет выскакивать табличка о том, что здесь типа поле. Теперь друзья, мы поставим сюда три загона для лошадок. И наверное поставим мы их не как в прошлый раз, а как-нибудь по-другому, чтобы было чуть-чуть покрасивше. Не знаю как. Места-то здесь на самом деле много. Может быть еще и других животных сюда каких-нибудь запихнуть. Наверное да. Мы сюда потом запихнем каких-нибудь других животных. А загоны тогда поставим так же, как они у нас раньше здесь стояли. То есть раз, два и три. Во, нормально. И сейчас друзья, надо сделать здесь, как и раньше, аккуратненькие дорожки. Чтоб между этим можно было как бы ездить не по траве. Так что в общем-то зарисовываем все это дело вновь. Ну вот, вроде как и нормально. Только мне кажется, или здесь получились какие-то подъемы. Блин, я не очень хочу это честно говоря все дело ровнять, потому что я тупо не умею. Посмотрим в общем-то как наша техника будет здесь справляться. Будет ли ей что-либо мешать. Но в общем-то выглядеть пока что это будет как-то так. А действительно можно здесь будет и коровников пихнуть, когда они нам понадобятся. Почему бы и нет. В общем-то отсюда мы выходим. И теперь друзья, нужно купить лошадок. Слушайте, а вот здесь как-то они даже прям чувствуется хорошая горочка. Можно действительно подровнять как-то. Просто прикол в том, что я не умею сделать так, чтобы было красиво и ровно. Но мы попробуем. Ну не знаю, сделал в общем-то как смог. Трохи подровнял, вроде трохи стало получше. Хотя местами здесь, видите, триггер стал висеть над землей. Может быть и зря я так. А потом разберемся. Теперь же друзья, надо сюда лошадок загнать. У нас есть три загона и мы полностью их забиваем, как и в прошлые разы. Есть 8 видов лошадей, поэтому в каждый загон по 2 штуки каждого вида. Во, по 85 тысяч каждый загон обошелся. 80 за лошадки и еще пятеру за то, чтобы сюда нам это все привезли. Ну и в общем-то сено и овес я покупал именно для них. Надо будет им потом все это дело отвезти. Но с планировкой у нас, друзья, еще не все. Как я уже говорил неоднократно, с ямами играться я уже не хочу, мне это уже надоело. Поэтому мы посунем сюда ферментатор. Правда здесь опять возникли эти гребаные деревья и это не очень хорошо. Кстати их сейчас больше, чем было раньше. Или их тоже 4 было. А вот уж я не помню. Или может пусть стоят здесь и не мешают. А ферментатор сунем куда-нибудь сюда. И заезд сделаем с другой стороны. Ммм, как вам идея? Или вообще его к лошадям туда и пихнуть? Почему бы и нет? Единственное, что хотя с другой стороны мы все равно через базу эту траву возить будем. Давайте реально его сюда пихнем. Наша территория, все дела. Выровняем здесь площадку. Вот на этот вот маленький кусочек. Точнее, мы его запихнем сюда. Надо как-то более-менее ровно его поставить. Вот так вот. Сейчас все сделаем. Сейчас красота будет. И соответственно переходим сразу же в режим планировки. Здесь нам нужно опять-таки окрашивание. И опять-таки все эти дорожки нужно сделать одного цвета. Или оставить здесь асфальтовую площадку. Я, честно говоря, не очень хочу этого. Во! Как-то так это у нас все будет выглядеть. Не знаю, зачем здесь есть вот эти островки. Но пускай в принципе будут. Так-то они не сильно нам и мешают. Так что ферментатор есть. Деревья мы те пока трогать не будем. И соответственно будем косить ту большую лужайку потом. Ферментатор пусть здесь стоит около лошадей. И почему бы и нет. Соответственно сюда привозим траву или сечку. И на выходе получаем силос. Вот так вот просто это все работает. Кстати по поводу участков я забыл про компост мастер. Который мы также покупали в первом сезоне. Поэтому его мы тоже покупаем. Туда будем свозить солому. И с соломы будем делать компост. У компоста хорошая цена бывает. По 735 евро можно словить. И если его до хрена. То соответственно можно хорошо разбогатеть. А мы же опять возвращаемся на базу. Сюда друзья надо еще поставить пополнялки для семян. Удобрений и извести. Потому что пока мы не производим ничего своего. Нам надо где-то это покупать. Покупать это дело в поддонах. В больших количествах у меня нет никакого желания. Поэтому станция погрузки извести. Как и в прошлый раз поставим ее вот сюда вот на въезде. По мне вполне хорошее для нее место. Далее пополнение у нас семян идет. Можно в принципе пихнуть это дело вот сюда. Тоже нормально будет. Насколько я понимаю жидких удобрений на это поле будет одного бака хватать. Поэтому мы отсунем это все дело давайте вот сюда вот на базу. Будем пополнять ее вручную. Вполне нормально будет. Ну а твердые удобрения или как они рассыпаются. Которые тут я не знаю хватит ли в сейлке места чтобы удобрить это все поле. Поэтому на всякий случай мы эту штуку тоже сюда поставим. И давайте поставим ее сюда. Соответственно потом забубеним маршрут который будет у нас ездить с сейлкой. Проезжать здесь пополнять удобрения. Пополнять семена и все будет классно работать. Так что с планировкой друзья вроде как все. Все должно работать прекрасно. Далее нам нужно друзья вернуть наше поле в то состояние в котором оно было у нас раньше. Здесь растет кукуруза. Честно говоря я не знаю нужен ли нам этот урожай. Можно его в принципе то и оставить. И собрать. Можно вообще взять в аренду силосный комбайн. Вообще кстати можно даже его купить. Если он будет просто стоять он не будет у нас есть просить. Поэтому можно собрать всю эту кукурузу сразу на силос. А давайте так и сделаем. Единственное конечно надо промотать немного времени. Но для начала давайте возьмем силосник. Это разумеется будет крон. Можно поставить на него длинную трубу. И наверное я хочу поставить на него длинную трубу. Да 518 тысяч за разу стоит. Офигеть. Ну и разумеется жаточка для крона 9 метровая. Еще 120 тысяч. В общем то покупаем. Друзья я в общем то пригоняю это все дело за кадром. Чтобы вас не морожить. Ну и ждем пока созреет гребаная кукуруза. В общем то кукуруза у нас еще не созрела. Но если мне не изменяет память. Ее можно собирать насечку еще до созревания. Поэтому попробуем поставить этих пацанов в работу прямо сейчас. Разумеется работать у нас будет GCB наша новенькая. С большим большим прицепом. У нас кстати есть некоторые маршруты. Некоторые из них нужно будет стереть. Вот поле 07 уборка. Мы давайте сотрем. На сепаратор вывоз мы тоже сотрем. Он нам не нужен. Поле 07 известь тоже стираем. Поле 07 база оставляем. Он рабочий. Солома компост оставим. Трава база тоже оставим. Трава ферментатор. Стираем это не надо. Зерно сепаратор оставляем. Так островы тоже стираем. У нас была косилка чуть-чуть пошире. В общем то эти маршруты мы оставляем со старой версии. Ну и соответственно загружаем поле 07 база. Ставим работу с комбайнами. И ставим комбайн BigX. Ну и соответственно с ближайшей очевидной точки мы его запускаем. А ты дружище куда поедешь искать точку? Так же не интересно зачем ты это делаешь? Вот же ж падла а. Ладно мы его выставим на сам этот самый. На конечную точку. Вроде маршрут этот должен прекрасно работать. Несмотря на то что прицеп здесь стал чуть-чуть побольше. Но вроде должен работать. Если что перепишем тоже не проблема. Ищу комбайн для работы. Еду комбайн. Молодец. Теперь нам нужно и этот комбайн в работу тоже запустить. И не очень хорошо друг что ты подъехал именно справа. Честно говоря не лучшее твое решение. Ладно генерируем пока этому пацану маршрут. Давай три раза по кругу. Девять метров. Повороты хрен с ним сглаживай. И давай со стартовой точки застрял. Ничего сейчас отстрянешь. Да собирает оно все прекрасно. Значит этого мы прерываем. Ну давай ехай. Что-то это самое. Надо чтобы ты друг слева ехал. Не хочет он слева ехать. Ладно. А если так? А если так то он понял что надо ехать не слева. Это замечательно. Ну и все. Вроде как они должны будут нормально работать. Можно в принципе один прицепчик то проконтролировать. И чтобы он поворачивал нормально. Длинная труба. Все как надо. Все хорошо. Короче поворачивает он нормально. Все должно работать. И мы их оставляем здесь. Вот кстати что я забыл сделать. Так это открыть вот эти шлагбаумы. Сами они здесь не открываются. И врежется наш трактор когда приедет сюда. Надо им открыть чтобы он всегда был открыт. Вот так вот. Ну и все. Пускай работают. Сейчас же друзья. Ввиду того что у нас раньше была другая косилка. И маршрут на покос травы не будет работать с этой косилкой. Та была шире. Нам нужно записать новый. Для этого нужно сначала объехать эту лужайку. И всю зону покоса в общем-то показать. Поэтому давай-ка начать запись маршрута. И погнали. Да я прекрасно понимаю что можно было захватить чуть-чуть больше травы. Но я человек нежадный. Поэтому смысла в этом особого не вижу. Ну и соответственно теперь ставим разные полевые работы. Генерируем маршрут на основе вот этой вот. Не знаю как правильно называется. Подобная геометрическая фигура. Разумеется пару раз по кругу. Например раз 5. 10 метров. А сколько она 10 была? Да там 9,9 было. Пускай будет 10. Нет. Пускай не будет 10. Это много. Пускай будет 9,9. И ставим разумеется против часовой стрелки. Точнее где это? Вот у нас. И сгенерировать маршрут. И соответственно вот он. Замечательно. Его обязательно нужно сохранить как покос травы. Точнее просто покос травы. Да? Покос травы. Вот так вот. И все. Теперь по этому маршруту мы будем эту самую траву косить. Теперь друзья мы ее разворачиваем. Как это сделать? Это вот так вот делается. И запускаем по маршруту со стартовой точки. Сейчас нам не надо чтобы это были волки. Потому что нам надо сейчас заготовить немножко сенца. Попробовать во-первых как это работает. Разрабы сказали что убрали нахрен бак. Который был с этим всем делом. А кстати сеноворошилка с этой фигней это работает или нет? Я вот не проверил. И очень зря. Он же может работать. По-моему я сеноворошилку этой фигней тащил. А вот друзья таки и да. Все прекрасно работает. Сеноворошилка цепляется. Сейчас главное чтобы она ворошила нам эту самую траву. И чтобы все прекрасно работало. И действительно друзья. Оно прекрасно все ворошится. В обе стороны. Во все четыре. И это замечательно. Ну а пока пацаны работают. У нас тоже есть работа. Нам нужно накормить наших гребаных лошадок. Я вот забыл им пару тюков соломы взять. По тюку. Но уже ладно. В следующий раз мы все равно будем сажать овес. Мне не нравится что лошади какие-то застывшие. Неживые. А вот если к ним подойти они как будто просыпаются. Не знаю чем это связано. Ладно. Нам нужно сейчас открыть борта. И отстегнуть ремни. Закинуть им по два тюка. И соответственно вот этот вот самый корм. Ну и замечательно. На один день им еды хватит. Потом мы соберем им овес уже в следующей серии. Потому что мы его сегодня посадим. И соответственно привезем. А кстати да. Солома и вода им возить не нужно будет. Потому что. Потому что нанят у нас специально обученный человек. Для этого. Который будет обслуживать всех наших животных. Ну и соответственно за коровами и свиньями он еще и убирать будет. Так что там будет всегда чистенько. И не надо будет париться на эту тему. Вот так вот круто. Так как друзья у нас сечки собрано уже довольно таки немало. Сейчас я ее найду. Ну 156 кубов. Три прицепа он уже отвез. Мы соответственно. У нас есть свободные колеса с прицепом. Можем это все дело замутить на наш ферментатор. Почему бы и нет. Надо открыть опять таки вот эту вот штуку. И нарисуем сейчас маршрутик для нашей Татры. Татра мана. Ну вроде как типа нормально. Загружаем сюда сечку. Ставим транспортировку и продажу. И начинаем запись маршрута. И здесь мы запись маршрута этого прерываем. И сохраняем его как... Давайте обзовем его сечка. Это ферментатор. Ферментатор ман. На тракторе этот маршрут работать не будет. Здесь точки почему-то пишутся у грузовиков левее чем надо. Соответственно забирать нам нужно отсюда сечку. Ну и в ближайшей очевидной точке. Давай друг. У тебя должно получиться. Ну наполнение по крайней мере пошло. Это уже хорошо. Косилочка кстати уже закончила ездить по кругу. Поэтому я предлагаю поставить это все дело волковать. И возить на базу. Почему бы и нет. У нас есть еще два свободных трактора. Давайте в Альтру запустим это все дело волковать. Несмотря на то что да. У тебя широкая волковая жадка. Ты все равно поедешь по маршруту косилки. Оно будет нормально абсолютно. Он не будет цеплять то что уже заволковал. Да может быть лишние круги какие-то будут. Но ничего страшного. Давай дружище. Он поехал и следом же за ним сразу же отправляем работать Джонни. Только ты кроме того что по кос травы будешь ездить. Тебе еще нужно будет трава база. Двойной такой маршрутик будет. Давай со стартовой точки тоже погнал. Слушайте все в работе уже. С самого начала. Всех загрузил пацанов. Так волковалка поехала. Все путем. Все нормально. И следом за ним поедет и вот этот пацанчик. И он следом за ним это все дело подбирает. Подбирает довольно чистенько. Это меня радует. Кого бы это не радовало. Ну и соответственно будет он это все дело возить на базу. Особенно меня радует в этом обновлении конечно же то что начала нормально ворошиться трава. Это прям вот то чего все ждали. Это прям здорово. Крутота. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну и вот друзья, вот так вот быстро мы объединили поля и все замечательно Теперь можно сдать этот плуг Он у нас был арендованный И пожалуй крона мы тоже продаем И что-то как-то не впечатлила меня работа с ним Может быть из-за того, что курс плей новый Потому что там именно вот косяк был, который я уже встречал и с другими комбайнами И теоретически оно все должно работать Но на самом деле я как-то не планирую заниматься сечкой Тем более лаванду прописали в обычные комбайны Теперь ее можно собирать там И это хорошо В общем-то друзья, у нас есть 5 миллионов денег Мы разумеется будем их в следующих сериях тратить Сейчас тут закончится уборка сена И я пойду спать Потому что время детское уже все в общем-то по распадке А потом за кадром или же на стриме Не знаю как получится Если у меня будет свободное время на работе этим заниматься То я без стрима разумеется Если мне будет нечего делать И короче может быть будет стрим Но нам надо это поле самое Которое мы сейчас объединили Посыпать известью Удобрить и засеять И вспахать кстати Нашей новой желтой приблудой В общем-то когда-то это случится Засеем мы это все дело Овсом чтобы было чем кормить лошадей Сена мы набрали до хрена Кстати 618 кубов у нас уже есть сена Этого в общем-то должно хватить довольно-таки надолго Ну а сечке получилось 530 кубов И еще 30 кубов там в Татре Она ждет отправления Потому что загружена не полностью 20 кубов Ладно не важно В общем-то мы ее тоже отправляем Сейчас она туда приедет Поэтому друзья в общем-то на этом у нас все Скажем так пилотная серия Получилась довольно длинной Насколько я могу примерно судить Перед монтажом Дел было сделано много Опять-таки если вы впервые у нас на канале То конечно же подписывайтесь И нажимайте на колокольчик Чтобы не пропускать новые серии Чтобы не пропускать стримы Вступайте в группу ВКонтакте Или присоединяйтесь к нашему каналу в дискорде Там тоже можно нажать Получать уведомления Потому что Ну в ютубе они работают Так себе все Мы это прекрасно знаем Про лосики Также не забываем И влепим как можно больше Чем больше лосов И просмотров будет под этой серии Тем чаще будут выходить ролики Тем больше мне будет хотеться их снимать Тут все логично На этом друзья все Всем спасибо за внимание С вами был Никита Зилэй Всем всего доброго Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok